Качественное отличие нынешнего кризиса на Южном Кавказе именно это роль Турции, гораздо более активной, чем прежде. Вы сказали, что президент Эрдоган человек гибкий, возможно, вам вы с ним много времени провели. Но при этом очень многие эксперты полагают, что Эрдоган фактически проводит политику расширения зоны влияния до границ прежней Османской империи. А это очень обширные границы, как мы знаем, куда много чего попадало. В общем, в эту сферу попадал и Крым когда-то. Давно, но тем не менее. Вот нам не надо опасаться, что если это будет такая последовательная линия, то возникнут некоторые разночтения с Анкарой. Россия ничего не опасается. Мы сегодня, слава богу, не в таком положении, когда мы должны чего-то бояться. Я не знаю по поводу того, что планирует президент Эрдоган, как он относится к османскому наследию. Это вы у него спросите. Что касается каких-то устремлений по поводу Крыма, я этого не знаю. Мне это и не интересно. Потому что интересы России надежно защищены. И в этом вы можете даже ни на секунду не сомневаться. Я уверен, что и другие партнеры наши это тоже прекрасно понимают и отдают себе в этом отчет. Что касается позиции Турции по поводу непризнания Крыма российским, ну что ж, у нас далеко не все совпадает. Так же, как и, скажем, по ситуации в Сокавказье. Наши точки зрения часто расходятся. Но мы знаем оппозицию Европы, США. Они все вроде демократы такие, записные, да? А то, что проведен референдум народом Крыма, это высшая степень проявления демократии. То, что народ пришел, проголосовал, это никого не интересует. Я уже говорил, вот вводят санкции против крымчан. Если это аннексия, то, значит, они жертвы. За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, то, значит, это проявление демократии. Как же можно наказывать за демократию? Бред. Чушь собачья. Но это происходит. Так что, что на Эрдоганом пальцем показывают? Посмотрите, что в других странах делается. Но это последовательная позиция. Он не признает Крым, он не признает Нагорный Карабах. Но с нашей стороны что? Надо настойчиво работать со всеми, набраться терпения, что мы и делаем. И доказывать всем, что наша позиция является правильной, и мы ее будем отстаивать. А там, где наши позиции, наши подходы не совпадают, надо искать компромисс. Ну, вот, например, я так понимаю, что по ситуации на Южном Кавказе все-таки наши позиции не совпадают. Потому что мы полагаем, что все-таки решать спорные вопросы подобного рода нужно не с помощью сил, не с помощью оружия, а в дипломатическом ключе, за столом переговоров. Да, конечно, можно сказать, что уже там 30 лет ведут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok